Добрый день дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре сухпай армии Украины, а точнее добовый полевый набор продуктов посиленный ДПНП-П, что означает суточный полевой набор продуктов усиленный. Я уже пробовал сухпай армии Украины примерно два года назад. Тогда все было очень и очень печально. Обычные магазинные консервы, печенье, такое ощущение, что прапорщик пошел в магазин, набрал все это, запаковал и раздал солдатам. Вот это был весь сухпай. Но прошло время. Пайков этих стало очень много. Мы имеем 7 вариантов. У нас вариант номер 5 в данном случае. Именно этот пакет рассчитан на сутки. Здесь есть завтрак, обед и ужин. Идет описание полностью продуктов, что здесь находится. Но поскольку список очень большой, то лучше давайте просто посмотрим визуально, да и все. Читать я вам не буду, что здесь есть. Ну что, давайте посмотрим, что там. Внутри все аккуратно сложено. Идет паспорт, описание, что куда, где как. И опять же список именно уже вот этого сухпайка, то есть что здесь лежит внутри. Здесь написано наименование, количество и вес. Загальная вага. Общий вес 2 килограмма, 324 грамма. Ну как бы для суточного это очень круто, такой вес. Осталось посмотреть по качеству, что здесь мы имеем. Внутри было три пакета. Снеданок, обед и вечеря. Завтрак, обед и ужин. И многоразовый пакет для разогрева с большим количеством разогревательных элементов. Итак, завтрак. Пакет у нас немножко легче, чем обед, конечно, и ужин. Ну, в принципе, это правильно. Пакеты, кстати, очень хорошие, я заметил. Толстая такая, пластик. Добротно сделаны. Что есть хорошо. Что у нас здесь? Считаем. Каша гречана с мясом курки. Каша гречневая с мясом курицы. Срок годности 8.05.2019 год. Дата производства 8.05.2017. Ну, в принципе, превосходный. Субстанция мягкая. Похожа на силикон. Открывается, кстати, она без ножа. Здесь специально есть у нас такой, типа замочка такого. Тянем и открываем. Но нужно его сначала нагреть. Дальше. Что у нас есть? Кава натуральная рощина с порошком подриблена. Кофе. Галеты. Полный рацион. То есть, это вместо хлеба у нас. Так. Ложечка с салфеткой. О, вот это уже уровень, я понимаю. Хоть ложку положили. Здесь у нас, я так понимаю, влажная салфетка. Дальше. Сахар. Номбо ван. Сахар намбо ту. Родзинки. Изюм. Супер. Нифига себе. И даже шоколад есть. Шоколад. Доминик. Черный. Соль. Силь. Соль. И еще один пакетик там. Так. Живальная гумка. Тоже, как бы, пайковская фирменная. Хе-хе-хе. Ну, молодцы, чего сказать. То есть, полный, в принципе, комплект. Открываем разогреватель. Кладем нашу кашу. Разогреватель должен находиться вот в таком положении. Желательно по центру. Вот так вот. Наливаем воды по указанному уровню. Закрываем пакетик. И кладем под углом 45 градусов. Все. Ждем. Процесс идет. Руку держать уже невозможно. Кипяток. Реально кипяток. Итак, прошло 10 минут. Все уже классно. Все кипяток. Как мы видим, можно греть руки. Ха-ха. Класс. Так. Все, достаем и пробуем. Ух ты. Горячие, горячие. Достаем ложечку. Все как положено. Открываем нашу кашу. Кушать мы будем без тарелок, как это делают солдаты. Пахнет очень классно. Сейчас попробуем. И даже вижу кусочки мяса. Горячие. Итак, проба. Ну, что сказать. Обычная, домашняя, хорошая гречка. С кусочками мяса. Класс. Очень вкусно. Очень вкусно. Хорошие приправы. Она так в меру посолена. В меру перчик есть. Чувствуется. В меру соль. И давайте уже с галетами, как положено, попробуем. Галеты, кстати, даже не рассыпались. Свежие. Обычное печенье долгого хранения. Ну, вкус есть такой, своеобразный, интересный. Вкусно. Вкусно. По сравнению со старыми суппайками, очень вкусно. А если вот так прикуску, то вообще класс. Пожалуйста, кусок мяса куриного. Цельный кусок мяса. Еще один кусок мяса цельной курицы. Сейчас я его так покажу, чтобы без гречки. Вот, пожалуйста. Просто кусок куриного мяса. Реально домашний завтрак. Там еще есть дальше он. Еще один кусок. Вот еще один кусок. Сейчас, чтобы его видно было. Вот кусок курицы. Да. Честно, я удивился. Я просто удивлен. Я не ожидал такого. Здесь получается, ну, очень много мяса. Да. Ну, хорошо. Хорошо. Пока я удивлен очень, если честно. Сколько я перепробовал в своей жизни западных пайков. Особенно в скандинавских стран, которые ближе к нам. То такой каши, я вам сразу скажу, вы не попробуйте нигде, ни в одном сухпайе. Шоколад бомба. Класс. Настоящий черный шоколад. Ни какой сои вообще, даже близко нету. Супер. На завтрак еще у нас, ну, кофе не будем пробовать, потому что жевательную резинку вам покажу. Кофе я, в принципе, не пью особо. Ну, я думаю, от кофе мало что зависит. Жвачка у нас такая подушечка. То есть, полный фэн-шуй, короче, на завтрак у солдата украинской армии. Изюм. То есть, кофе, шоколад, изюм на завтрак. Такую порцию каши съесть, я не знаю, ну, что еще нужно. Итак, идем дальше. Обед. Обед. Так. Витаминная формула. Абрикос. Немного я ножом разрезал, правда. Варенье или джем, что-то такое. Джем витаминный, витаминная формула. Ну, пускай будет джем. Так, здесь у нас два здоровенных пакета. Первый. Квасоль с овощами, это мясом курки. Квасоль с овощами, мясом курицы. Так. И первое блюдо. Борщ на мясо к кистковому бульоне с яловочиным. Борщ, мясо кистковый, косточный, что ли. Бульон с говядиной. Так. Так. Сухари житни. Галеты. Ну, это хлеб. Это место хлеба. Мономах. Чай. Влажная салфетка. Ложечка с салфеткой. Соль. Так. Сахар. Сахар. Перец даже есть. Живольная гумка. Еще одна жвачка. Все. Обед мы греем в том же самом кулечке. Единственное, что у нас два разогревателя. Мы их просто переложили. Не знаю, вам видно или не видно. Вот один внутри, между пакетами. Один внизу. И кладем его на низ. По отработанной схеме заливаем водички. Совсем немного. Здесь у нас уровень есть. Вот даже больше налил. Но ничего страшного. Итак. Обед у нас нагрелся. Берем чистую новую ложечку. Так. Ух. Жара. Жара. И достаем горячее. Блин. Достаем. Достаем мы борщ. Так. Открывается он точно так же. Без ножа. Открываем его аккуратно. Все как в полевых условиях. Без всяких тарелок. Здесь у нас борщ. Показываю. Пахнет обычным домашним борщом. Что у нас здесь? Картошка. Куски мяса. Сейчас поймаю вам покажу. Вот. Мясо. Ну попробуем. Все натуральное. Ну вот вам и мясо. Это уже вторая ложка полное мяса. Капуста. Морковка. Скорее всего что есть перчика немного. Ну если что перец набор есть. Можно добавить. Или соль добавить. Это уже кому как. Так. Третья ложка почти с мясом с картошкой попалась. Вот реально ребята обычный домашний борщ, который вы кушаете дома. Еще один кусман. Именно кусман мяса. Не кусочек, а кусман. Ну. Угу. В принципе после такого борща я уже и второго не хочу особо. Ну будем пробовать сейчас дальше. Сухари скорее всего что для борща. Высыпаем в борщик и получается он более сытный. Но я вам хочу сказать, что тут и без сухарей он очень и очень сытный. Поверьте мне. То есть вот этой порции в принципе ну как лично для меня. То я второе бы уже не ел. Я второе бы уже ел немножко позже. Потому что все просто не влезет в меня. Очень сытная порция. Большая. Сколько здесь веса сейчас вам скажу. 0,5 килограмм. Пол кило. Ну куда еще. Даже если отнять упаковку. Все равно здесь нормально. Практически полная. Поэтому сухарики. Ну кто уже там очень хорошо любит покушать. Уже можно сыпнуть сюда сухарей. Ну как бы для меня это много. Упаковка кстати удобная. Покажу вам. Вот если ее поставить, она стоит. Очень удобно. Не падает. То есть та же самая тарелочка вам. Пожалуйста. Так дальше идем. К фасоли с овощами это мясо курки. Открываем. Тоже тут все в жидком виде в таком. Как дома в тарелке. Так. Что у нас здесь? У нас здесь вот такая вот квасоля. Пахнет очень и очень вкусно. С мясом опять курица. Все у нас курица. Вот так вот оно все выглядит. Так. Внутри у нас в упаковке фольга. Это скорее всего для срока хранения большого. Ну пробуем давайте. Мясо уже вижу. Тут я его сейчас взял немножко. Просто оно в соусе. Поэтому оно так особо не выделяется. Очень вкусно. Очень. Очень вкусно. Так. Сейчас поймаю вам кусок мяса. Покажу. Вот вам кусок мяса. Цельный. И очень мягкий и вкусный. Похож на... Похож на... Похож на тушенку. Единственное, что... Ложечка, конечно, это не доработка. Ложка говно. Извините за выражение. Ложку нужно крепче. Поэтому если у вас нету своей ложки, могут быть проблемы. Ну еще раз, пожалуйста, мясо. Угу. Вопросов нету абсолютно никаких. Все очень вкусно. Сытно, главное. Что я могу сказать? Реально домашняя еда. Ну, это, конечно, слабое место. Нужно что-то с этим сделать. Хочу попробовать еще и джемчик. Джемчик. Сейчас мы его откроем. О. Так вот. Ну. Сладкий. Ну, обычное повидло. Обычное. Такое хорошее, добротное. Повидло. Домашнее. Очень похоже на домашнее. По вкусу тоже, кстати. Угу. Сами хлебцы мне очень нравятся. В отличие от старых сухопайков. А мне там постоянно рассыпались. Такие были пересохшие. Здесь они то, что нужно. Здесь не просто галета. Здесь есть какая-то хитрость. Потому что у них есть такой неплохой, свой, своеобразный вкус. Очень неплохо. Витаминная формула. Обычный домашний джем. Или повидло. Как угодно. Так. Чай пробовать не будем. Чай у нас. Ну что, чай. Чай как чай. Жевательную резинку тоже пробовать не будем, я думаю. Идем дальше. Итак. Ужин. Ужин, ужин, ужин. Ужин, конечно, легче, чем обед. Но, в принципе, это все логично. Так. Ничего тут не порезал. Опять посмотрим. Опять у нас два основных блюда на ужин. Первая каша перловая с мясом белой овощины. Каша с говядиной перловкой. Мясо говяжье тушкованное. Отдельно мясо идет. Прикольно. Отдельно мясо. Ну, интересно. Скорее всего, что у нас здесь в соусе такое. Да, в соусе мясо. Дальше. Так. Опять сухарики. Влажная салфетка. Чай. Ложечка. Хлеб, то есть галеты. Еще один чай. А, стоп, это кофе. Продон, пардон, это кофе. Чай с кофе. Так. Сахар, соль, мед есть. Интересно. Мед натуральный. Кристаллизировался. Да, натуральный мед. Если бы был не настоящий, он бы был жидкий. Здесь он в кристаллах. Твердый, как, не знаю, как ирис. Попробуем. Дальше. Так, все. Нет, еще что-то есть. А, ну и жуйка. Как же без нее? Ну да. Так. Отдавайте сюда. Разогреваем. Начинаем мы с каши. Каши много. Сразу скажу. 0,35. 350 грамм. Ну, с учетом даже пакета. Вот такая у нас каша. Сразу видно куски мяса. Надеюсь, вам это тоже видно. Сейчас я вам покажу. Если не видно. Попробуем сначала. Ну, неплохо-неплохо. Вот он, пожалуйста. Тушеночка. Цельный, здоровенный кусок мяса. Еще один цельный большой кусок мяса. Еще один кусок мяса. Ну, и так далее. Вы поняли, да? Что здесь тоже все отлично. На вкус сейчас попробуем. Мясо. Обычная тушенка. Хорошая, острая. И обычная каша. Все как дома. Еще один кусок мяса большой. Пробуем вот этого зверя. Здесь у нас здоровенный, огроменный. Куски мяса. Просто. Один и два. Которые плавают в соусе. То есть, берем хлебец. Берем кусочек мяса. Мясо рассыпчатое, хорошее. Мясо мягенькое. Обычной ложкой. Вот я отломал себе кусочек без вопроса. Хорошее тушеное мясо. Берем салфеточку влажную. Вытираем руки, губы, подбородок, если что. Интересно мне попробовать мед. Какой же здесь мед? Так. Ну-ка. Сейчас мы его проверим. Мед весь в кристаллах. Мм. Самый обыкновенный. Похож на цветочный. А может быть даже гречаный мед. Ну, такой вот мед. Все по списку есть. По качеству этот паек однозначно оставил за бортом. Многие западные борцы это раз. Во-вторых, все вещи для восполнения сил здесь натуральные продукты. Это изюм, это шоколад, это кофе, это мед. Нет химии вообще никакой. Порошков нету, таблеток нету. Непонятно с чем. Все понятно, все прозрачно, все просто. Поэтому 5 из 5 баллов, ну, не знаю. Пока, месть, вот сколько я их не пробовал. Лучшего пайка пока я, пока, подчеркиваю, пока я не пробовал. Если у кого-то есть интерес для таких обзоров, пожалуйста, если у кого-то есть сухпайки разных армий, то присылайте, будем пробовать, будем тестировать. Потому что сравнить уже действительно есть с чем. Будет просто очень интересно посмотреть на сухпайки других стран.